У вас там, по-моему, что-то случилось. Вы что стоите? Глава трубит общий сбор? Ждем оленя! Я тебя ненавижу. Хреново все. Увольняться надо. Кто понял, жизнь, тот счастья не ищет. Похоже на тост, мужики. Сорян, братан, не сегодня. Ушла с ним в зад. Я, может, лазил, будто на счастье. Всем привет! Вы на канале «Люди, у которых клюет». И сегодня мы на Голодяевском пруду будем пытаться ловить крупного карася на 18-м секторе. Вы что орете, я не понял? Макс, ну что там делаешь? Давай готовить, начинай. Только руки помой. Иди что, нахрен! Давайте быстренько, пацаны, вещи разбираем, собираем, прикормку, месим, кормушки цепляем, монтаж делаем, забрасываем и уже ловим карася. Специально сегодня в гараже взяли вот эту вот смотку, рулет из пенок, потому что я знал, что Максик захочет спать. Игорь, иди сюда. Что? Смотри. Эх, блин! Слушай, а мягко получается? Да, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, пятнадцать! Так, все. Пятнадцать, нормально. Давай я тебе пенкой пенку пробью. Давай. Давай, вот, уазик ворота. Слушай, что-то стрёмное сейчас. Пенкой бьем пенку. Выше ворот. Выше ворот. Ты же в регби шли играешь? Незасчитанно. Вот на самом деле, всякие там инструкции по сборке стола и все остальное, но нет ничего тяжелее, как сборка одноразового мангала. Согласен. Тут нужно как минимум инженерное образование, усидчивость, и я даже не знаю, что еще. Ну, ты как и лего собирать. Не то. Не можно собрать одному. Вот я дошел до того этапа, где нужен помощник, Егор. Повяжи. Ты должен сейчас отпустить. И должны все рухнуть. Одноразовый мангал, это вообще, я не знаю, нужно лекции проводить для студентов. Вот этот студент сейчас, нынешний студент сейчас поедет на природу, они его не соберут. Мне кажется, должна быть пара прям сборка одноразового мангала. Вот тут нужно, так сказать, уделить внимание, вот прям одно... А вот и... О чем мы и не говорили. Егор, ты не помогаешь же. Как же. Ну как же, он упал. А потому что вот здесь надо чуть затянуть лямочки вот эти вот, вот сразу. Оп, оп. Оп, как. Как человек, который прошел курсы. Ну не отпускай, я тебя умоляю, ну пожалуйста, дай до конца, доведем в долг. У нас сегодня в меню для карася. Прикормка, значит, дуная в карась. Чесночная, с ароматом чеснока прикормка на карася. Ну да, есть такой запашочек чесночка. Макс, понюхай. Какие-то, короче, тортики, печеньки, но с запахом как будто чеснока тортик. Шандарахнул бы такой. Подпью, да? Высыпал, значит, вот такую прикормочку на карася. Ну тут есть карп, это голодяевский пруд, который славится здесь и соревнования по карп-фишинку проходит и по всему. Потом big fish вот этих вот, вот этих вот огромных монстров ловит здесь. Ну, просто не карпятники. Меня, на самом деле, не привлекает рыбалка на карпа. Вот, почему-то, я не знаю. Мне больше дикое нравится здесь все равно. Но карася решили половить. Карасик прикольно. Здесь есть крупный карась, которого мы будем ловить. Это я все к чему? К тому, что я думаю, что чесночная прикормка будет отпугивать, отпугивать карпа, а вот карасю должно понравиться. Плюс еще есть у нас классическая прикормка на карася. Жмых подсолнечника. Как надо, в принципе, схема приготовления. Высыпаешь, перемешиваешь, что-то какую-то херню добавляешь, воды, перемешиваешь, все готово. В принципе, мы это и знали, поэтому это тоже идет сюда. Здесь, на самом деле, не так много. Вот она, похожая цветом прикормка. Аромат какой-то есть. И чеснок, и стандартная, и плюс мы взяли еще универсальная прикормка от той же фирмы. Вот, мы немного, получается, эту нашу красную прикормку затемним. пока мы будем несить три прикормки. Это классическая прикормка, просто для любой рыбы. Она будет у нас служить как база. Плюс она черная, будет затемнять. Плюс классическая по карасю и чесночная. Так, на сухую перемешиваем. Вот она немного затемнилась, не такая красная, но она, думаю, нормально тоже, чтобы прям полностью цвет земли был. Еще есть от этой же фирмы у нас зерновой микс, добавка для рыболовной прикормки, консервированная. Это здесь растительные компоненты. Вот, посмотрите. Тут и кукуруза, и семечки конопли, и и вот какой-то там пшеницы, ячмень. Здесь, короче, все есть. Вот, мы это все сюда добавляем. Это будут растительные компоненты. Плюс тут еще немного увлажнится это все. Вот, а основной насадкой у нас будут червь. Взяли еще и опарыша. Это вот все тоже мы смешиваем. Такая рассыпчатая прикормка. Должно вот так вот сжимаем мы. Все, получается комок, он легко разламывается. Оставляем. Сейчас эту влагу прикормка в себя впитает. Немного она проветрится. Все компоненты между собой поженятся, так сказать. И мы чуть-чуть доувлажним. И я думаю, будет нормально, но это позже. А сейчас это оставляем все для заварки. Денис Иванович, какую задумку хотите реализовать? Что будешь делать? Кол рубить. Кого? Кол. Кол. Я думаю, пол. И есть тащи-пацак, тащи-пацак. И килограммовый карась будет на берегу. А возможно, даже какой-нибудь сазанчик, карпик. Интересно ли мне после судака на 3-100 ловить карасян кило? Я вам скажу, интересно? Интересно. Потому что, возможно, судак на 3-100 это последняя моя рыба. Крупная. Первая и последняя. Поэтому я все равно буду стараться, пытаться выловить еще трофей. Смешно сзади болтать. Ладно. Никаких игр на рыбалке. Только серьезно. И не забывайте, когда включаете и смотрите наши ролики, заваривать себе чаечек, делать себе бутерброды и с кайфом проводить время, наблюдая наши ролики. Так, значит, мы приехали, как вы поняли, уже на рыбалку. Рыбалка – это что? Это природа. Поэтому я слышал такую формулу, то, что на природе спится часть за два. Что на природе спится? Спится проще, да, на природе согласен. Но сон здесь идет час за два. Поэтому мы сейчас готовим шканарик себе. Вот тут в тенечке около уазика. И на часочек, то есть получается на часочек по обычному времени, по природному на два в легкую притопим. Сейчас. Снотворного. Погнали. Первый заброс. Давай. Оторвал. А? Да. Первый пошел. Как ты оторвал? Там так все красиво было. Ой-ой-ой. Денис Иванович, это что за хитрости? На рыбалке. Это вообще снимать можно, что у нас столько крючков тут? Взял две себе, но ладно. Смотри, Егор. Вот смотри, вот за это завязываешь. Да? корм корм набиваешь. Вот здесь червь, вот здесь кукуруза, кукуруза, здесь на что клюнь, на то и берем. И на на то потом меняем обычную насадку, обычную продачу? Я уверен, что тебе уже нравится это все. Мне очень нравится. Просто завязываешь вот этот. Как говорится, так успеваем менять и насаживать. смотри, что просто делаешь петельку и накидываешь и все. А я тут вспоминаю, как что делать. Спасибо, Незавнаджи, за такой потрясающий монтаж. Я думаю, в принципе, надо было натури побольше таких взять, потому что если он оборвался, это как на спиннинг. Меняешь просто насадочку. Слушай, а там резиночка снимать надо, да? Какую? На крючке? Зеленую? Да. Нет. Ты сосредоточен, очень сосредоточен. Вы посмотрите, просмотрите на корточках Егор взял легким движением руки удочку, очень сосредоточен. Ты не с девушкой, Егор, с рыбой, так не надо обращаться. Да, не расслабляйся, Егор, не расслабляйся. на корточках сложновато уже сидеть. Конечно, Егор, не расслабляйся, что, есть? Да, погоди, есть или нет? Есть. Сидит. все, Егор, тащи его. Ага, 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 у меня тоже что-то поклювает. Есть, 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 есть. Что, хорошенький? Да, Егор, сейчас скажешь, хорошенький, мы его знаем. Бля, сошел, что? Ты, ненормально, что ты? Что, погрел, что? Вот сюда, спокойненько, подводи, отходи, можешь назад отходить. Так, поймал его не горты рака парах поймал на червя на сервер на раке едят червя это же монтаж и каловка поклевать дурак он не хочет отсыпать крючок он зацепил крупный хороший зацепил получает он подергивает он ел он ел умер рот видишь он ел его а это он держал там еще чуть тысяч все кого как следует и он такой как на аттракционе не хочет отпускать игорь на ли они просто так палец попробуй подставить ты хоть раз тара щипал зачем ты щипал рак он чё за рот или зачем за днем клешни зацепился но он ел вцепился приманку двумя клешнями про за вообще брус на короче разбирайся с ним сам он схватил вот так звоните заказывайте рак доставка рак макс макс назар ты как раз назар макс как разводите городе идея иди покажи ему что-то поймал пожалуйста и одного свое по себе пиво щекотил по щекотил да по позу он расслабился будет так дергаться все он летим цепляет смотри нету проткнул так я удержусь чё вот он пошел давай опа опа червем с добычей по кайфу так ну чем могу сказать червь работает прикормка на рак сосредоточился очень сильно давай вот отлично и головка отлично урок характерная поклевка какая вот у леща он оттяжка и отстрел идет карась как дурак клюет плотва тоже как дурака рака раком притворяется он плотва и он так потихонечку тук-тук-тук-тук типа стучит тебе в дверь тук-тук тук-тук надо было на вовремя подсечь пошла прям крючком попасть его лапку в лапку меня у нас англит колевал же ел горит мастерство его согласен а вот опять что подергивает так вот попал в раковую яму это была роковая ошибка попасть в раковую яму подергивает на что ты будешь делал ну а сегодня тишина опять дразит на это рак это рак характерная раковая поклевка все тоже различаешь да и горлов полем пляща спец по всем давай теплый поймает лебедя ты рака а я щуку хамакс менингист футс да ура наконец-то коромысла мелканчевка какая-то поздравляем может рак не раки правее или нет нет ну было было цены честно было пор маш не вес вышел запутался что-то там блин да это фигня все было вот одну кукурузу украли у меня но мелочь от карасик сорвался ты так был но че ты шпак левый да это я ногой молодежь вы чем поймали что фото или я дальше ложись дальше ложись подальше от нас туда как он звать муравейник как он понял алия просто не смогли съесть всей толпой это кстати на метр в сторону другой ложился вот туда правее на метр ложился перетащили они немного с нами на рыбалке все лежач полицейский ну где же вы поклевки 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 красивые поклевки 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 а толпой сидим на берегу а закинул свою удочку а жду когда возьмет карась этот серебристый пидорас есть ощущение что соседнем секторе мужики угорают давай-давай-давай пацаны есть пацан надо где мелко но есть такой крючок а может а может у нас просто это пацаны не клюет из-за того что мы орем егор как размер нормальная какая-то рыба это плотвич плотвелиус слушая чете стакан шаль есть соль а манат манат а то все чего здесь висит вот так может прием прием я просто вы еще охранник пятерочка дорабатывает и шатрон шатрон навесом так что у нас включает сейчас две рыбы одна же он у теплого плотва но я поймал вообще-то на безрыбье рак рыба так получается 2 и дешевле не на клюет на пока мы сюда там и рубли доставляем никаким образом а есть сопротивляется есть естественно забагрил блин забагрил над не считается забагрил за бочину забагрил вот пока длинный змега лошадь забагренная собака аккуратно дергать принять этих 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 поджабры брать надо поджать это ослабит поджабры надо брать сейчас дергаться на глуши и двора глуши на садок кей давай не ну хоть что-то когда макс проснулся это значит скоро будем есть возможно ну что пора пора уже наверно начинать готовить уже выспались уже все чем можно сделали вот на заднем фоне доблестная бригада рыбаков сегодня приготовим несколько блюд несколько интересных посмотрели не знаю как правильно назвать закуски пиво может еще что-то но в любом случае такое попробовать приготовить стоит и если у нас сегодня все это получится то вы обязательно повторить у нас все ничего одно блюдо есть если дрис ванч вы сегодня будешь уготовить все еще будет рыба один из вам чем а ты кабачки купил и кабачки тебя взял кабачки взял все что-то рыбака с какими-то кабачками я не знаю но это вот шеф-повар в очки отдельно просто кабачки отдельный суть он вам все сам расскажет что мы сейчас будем делать у нас есть вот такой вот сырочек молодежный в любом случае на рыбалке возможно вас нет терки вот поэтому неважно есть на лет это никак нужно вот так вот нарезать его берите сыр хороший какой-нибудь такой молочники все дела вот как мы взяли за кадром уже все попробовали кто мог поэтому сыру мы отдельный респект выделяем если терочки нет вот так вот помельче его стругаем как можем потому что сыр и нужно нам пригодится много в этом и будет основа наверно всех этих закусочек так что такое мельчим не стесняемся всем будем готовить на мангале без казана мы уже его разогрели по традиции как у нас в стране в россии решетку сразу нужно обжечь продезинфицировать так называется вот так что сейчас нарезаем сырок нам понадобится бекончик понадобится вот зеленушечка маслица чесночок мы сейчас возьмем еще сходим интересно получится я думаю интересно на огне на природе под пивку самое то на на рыбалочке подхвал то есть не то что мне тяжело рано вставать просто не знаю есть какая-то такая встаем всегда на работу рано но учета выходные прямо отключается вот эта вот тема что нужно просыпаться рано на рыбалку хочется хочется приготовить что-нибудь молодежное вкусное но сон увы в дороге меня одолевает поэтому вот ребят сундук даже сказал что взял пенки знал что их по сегодня здесь уснул вот и вообще по статистике ролики где сплю на улице на рыбалке набирают огромное количество просмотров возможно мы эту традицию сохраним и даже немножко приумножим быстро сгоняли за чесночком теперь что делаем берем такую глубокую тарелочку пересыпаем сюда сырок который мы натерли ножом что делаем дальше нам чесночок собственно и нужен вот так вот вдавливаем хочу такую штуку попробовать видел в разных социальных сетях что берут какую-то типа банку кидают туда чеснок ну вот так вот головками потом трясут высыпают так шелуха типа отдельно чесночок отдельно надо проверить данный лайфхак константин иди сюда у меня поклевки прекратились дики как будто начинались мне поклевки прекратились говорит егор ну рассказывай вообще после после твоего триумфа после повышения после судаков поймать рака на удочку это как ну и во первых это был целенаправленно целенаправленно я ехал за раком мы же после вечера в баню собрались хотим пив с раком я ехал за ребят ехали за карасем я ехал за раковину но после уфов как вот рак ну скажи ну что это ну ты обидно вообще на самом деле уже не интересовать маленькую почему нет интересно очень интересно любая да нет вообще не честно для меня то вот этот огромные рыбища которые достал это для меня ждут про меня как и сюда огромный это огромное лицо и джейдж вообще за что-то воспоминуты то есть я до сих пор просыпаясь такой и где-то сеть чуть вспомнил этот ощущение все мандраж это круто но в принципе я любой рыбе рад даже когда вот такая хорошая что это отличает егора от ребят этого искренность в поимке рыбы любой но если она еще большая башки да и причем после пользовался после вот того триумф когда егор наловил этих судаков и он приехал после рыбалки ко мне с этой камеры и горит смотри вакс давай смотреть и мы смотрели сидели на лапке как он там как сюда верю елопа судачела это возможно после я сейчас станет вторым видосом благодаря егор будет будет трендом нас начал реально круто и просто он такой ударящему но сегодня 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 рак сегодня рак это вообще новое достижение дать там и гору для чего нужно дневник на рыбалку возить это где будут писать его закрывать достижение разблокировал достижение до продолжая готовить начать что сейчас вообще сделаешь я за что я вообще стою только мангал жарко этот нарезать с тобой разговарив но все-таки закусочка к пивку будут но интересно попробовать интересно если не получится то вы тоже говорю повторите сделаем словашкам одну конечно 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 не спорит одну словашка мы сделаем одну с багетиком посмотрим что будет на решеточке на мангальчике причина плохих пожог сегодня да как уже не начинающий а уже полу профессионал сильно весело как летит хотя ветер не сильно на самом деле не знаю вот честно не знаю почему но у нас клюет мелочь она утром подергивать ну а на тебе уже не интересно для того покрупнее так мы двигаемся дальше значит и зеленушка идет вход поменьше укропчик здесь укропчик не петрушку укропчик нужно вот так вот все это мы укропчик и вот тоже сюда в общий чанчик закидываем на землю удобрение теперь сюда же сюда же чуть-чуть чуть-чуть подсолнечного прям чуть-чуть и на обед завтрак и ужин у максим константиновича естественно майонез вот берите майонез хорош но правда вот если майонез от вредно но реально вред ну давайте хотим чтобы был вредно от вкусного уж про мне от хорошего да чуть подороже чем еще и вредно еще и невкусный майонез я пробовал из нас невкусный майонез это ужасно это мой страшный сон я как-то нам пробовал невкусный майонез так теперь вот это нужно все замешать майонеза нужно побольше чтобы это не жалейте меня не жалейте на такую пачку но тем более на такую толпу и а это потом будем грузить просмотить не то там будем есть а хлеб русла не пожарю добавит в багетике загрузим добавим бекончика я думаю ваще получится турбинов турбирована турбирована макс да ну слушай пахнет очень вкусно чё там пойдешь ничего не сделаю это решетку раз прогрели до решетка мне старое мясо раздалось да натуре старыми ска вкусно пахнет как сказать старый мясо решетку не портит для часа лаття до начинять куда будешь конечно это будем начинять честно честно если куда стала лучше начинять я сейчас расскажу куда мы будем начать теперь что делаем подготовим сразу берем вот такой лаваши да грузинский получается да вот эту всю телегу загружаем сюда а там час сыр сыр чесночок зеленушечка майонез все такое нельзя все что тебе что мне нельзя ну час он ссориться какой-то там будет я щас рыбку захерачу просто если вот так распределяем не по центру не по центру как в шурме а то есть по по всему по всему вот этому периметру распределяйте нету не не таким не крупным слоем потому что все-таки сыр он тоже растает его будет больше или меньше будет кайф чё я знаю то у игрока есть ребята наконец-то наконец-то игр взял какую-то бандуру и чё то латвич наверно так ой 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 чё вы брать давай-ка приготовлю подсак не рвал ты не чё там егор да иди шуль окунь окунь такого нами круг вот это окуняра окушок блатной полосы час мари как произошло он клюнул мелкая а окунь клюнул на и он его выплюнул шульда смотри стой а он даже не клюнул здесь он засекся смотри как плотвичка смотри как засеклась за гортань он все чешей раздралась и этот проглотил ее то есть да он выплюнул ее он даже не за крючок зацепился просто рыбу выплюнул слушай на это все умерла рыбка манки ловим окуни на живца вот это ты мочишь егор егор как обычно счета с тобой прикурок поймаешь только поймаешь какую-то мелкую рыбу до забаги снял окунь клюнет ночью вот окушочек егор такого на микро куда егор нестандартный рыбак просто максимально нестандартный рыбак фартовый что вообще происходит вообще вот просто не клюет на рыбалку просто не клюет ни у кого он рака умудрился поймать что-то какую платвичку за пузо за баги грел на него окунь клюнул чё вообще все отпускаем этого не смотрю как аж расфуфырился расфуфырился давай двигай брат вот все разогнался ушел с поймай как акул что так не так тестовая закусочка начинает у нас сворачиваться вот так вот так вот она сворачивается и чает прям целую или резать надо ну потом нарежем ой прям туда палку такой прям туда вот это попробуем и раз а это что-то в хлеб и сделать ну сейчас такую же только с бекончиком там сделаю я себе сейчас рыбку сделаю пангасиус не значит к пангасиус что такое пангасиус ты думаешь это морская рыба речная рыба обитает пангасиус в юга славе нет в юго-восточной азии в основном в китайских речках ты говоришь и никак не проверить не это можно проверить это в китайских речках она пресноводная вырастает примерно там до метра двадцати килограмм они могут под 70 весить эти рыбы я думаю примерно я про них просто смотрел когда давно читал даже чё-то я же интересуюсь рыбейками всякими короче вот пангасиус это речная рыба мы ее сейчас вот так вот фольгу да прям его так сюда вот захерачиваю аккуратненько на фольгушечку ты взял приправу значит для рыбы да но она написана без соли приправе для рыбы самое главное кориандр я сейчас сделаю вот на ней вот такие вот разрезе ки и вот так возьму сейчас рыбку мне не жареная вот такой фольги будет можно при правочке немного так что чисто на счетах подмариновалась даже капельку не сильно по тому вот такой первый смотрите какой хороший собрали с бекончиком совсем так у меня битком здесь в решетке сейчас мы ее закроем прижмем все это вот так прижимаем края все чтобы у нас оттуда у кого крупняк крупняк пошел у кого вот пацаного воде воде все снимать крючка не дурачьтесь не дурачь а чё нам остается делать и чувством гореть макси ну-ка дай кубаю немножко вот так вот на природе вода насыпали чуть-чуть не посмотрел тем более тут все такое еще тонкое и нежное нам вот тут вот тут вот тут надо готовить примерно вот на такой высоте егор константин да иди попробуй 1 мне кажется очень хорошо получилось уже готова что так быстро огонь смотри вот у нас шашлыки проверяешь вот тут держишь вот тут и над держать вот вы пойди их мы натуре на попробуй ну-ка багетик заряди багетик она хрустит конечно знатно чё его подгорело немного хрустящий получил то что нужно да прям давай я заряжаю рыбой кабачки давайте пошел никитос ау тогда попробуем я перезаброш ну жар здесь правда серьезно но выглядит вкусно мне нельзя мне чуть живот сейчас побаливает в последнее время но это прям под пивку знаешь вот этот вообще нельзя мне внутрь у нас хорошечно вызовут а тут у нас сыром а вы нас вернул добром и уграм стаканом холодненьким долл дэк долл дэк долл дэк закушку промах под пивку вот это да да это прям легко делать на даче где-нибудь да большой компанье собрались у таких лавашей ногу набрал кастрюлю фигачил чё тут сыр чеснок майонез зеленушка и все да вот этот лаваши вкусно на то ты здоровый берег горелую горелый больных горелой даже лучше макс ехты зарядил куда так аж чуть судороги не свело как дрожишь когда ешь обидно что жар такой большой типа что ну не дает да вот ее можно позащима была вообще про пушку да чуть-чуть ее мы просто жарко тигур это вообще держать руку невозможно то помидоры надо будет сочнее или эти огурчики маринованные пушку блок нам ты не разбираешь от красную краснему краснему хочешь кетчик какой-нибудь я добавил огурчиками но в широчем широчи дать вкусно сейчас у меня тоже приготовить не беспокойся там кабачки и горчат не оторвется а еще будет макс нет тогда вытирать лицо чё нас кабачками в такой жар превратилась во что они превратились о кабачки готовы просто просто готовы а у нас есть какая-то тарелочка макс дайки вот сюда да да не пусть рядом зеленушки будут положу и остальные кабачки остальные кабачки туда закину сейчас они должны подостыть немного и будет вообще очень вкусно так и что еще у нас рыбка давай рыбку будем открывать тоже смотреть она у нас запакована запечатанная думаю тоже готова потому что кабачки на самом деле достаточно долго готовится и рыбы должна так вот так ты сейчас сюда очень горячо там собственном соку вот это все все эти движения рыба открываем но она дошла прям ой выглядит вкусно вкусно как раз мне так печеную рыбку можно такую кустана но кабачки вкусного доме говорит хорошее это тоже вкусно без приправы закончилась наш сегодняшняя рыбалка по крупному карасю из крупных карасей у нас чай его сегодня рак рак крупный рак и платвичка ну слушайте и честно не совсем понятно почему так получилось дело в том что пруд хорошие это владяевский называется сюда ну ну здесь то такой то есть понятно ухоженный разбит по секторам здесь даже туалет есть например на пруду да не я к тому что что-то 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 ребята у нас приезжали недавно наши знакомые товарищи говорят карась хорошо шел крупный сегодня нет не знаю может быть погодные условия может еще что-то неправильные приманки неправильная дистанция неправильная наживка что-то короче мы не подобрали ключ к рыбе но ничего страшного не отчаянся потому что мы сегодня вкусно поели спасибо макси себе за рыбу вот провели замечательно время на природе выходной день отдохнули вот принципе все чё скажете подписываться мне подписывайтесь подписывать конечно вкус не подписывать смотрят спасибо что смотрите наши видеоролики спасибо что реагируете в комментариях ставите ракету чтобы это видео впадал в топ спасибо вам за это и смотрите дальше наши ролики потому что будет еще интересней пока пока на люди которых клюет но не сегодня если нажмешь вот сюда то подпишешься на наш канал если нажмешь вот сюда то посмотришь годное видео также крутые видосы находится тут и тут но и не забывай поставить нам лайк потому что для нас это очень важно мы люди у которых клюет